Дорогие милые женщины, хочу вам рассказать очень интересную историю, которая произошла несколько дней назад с семьей моих пациентов. Я посмотрел кровь у мужчины, эритроциты были среплены, мембраны такие немножко разорваны, и зашла женщина. Я попросил, чтобы просто она начала делать женское дыхание, сосредоточилась на сердце, сосредоточилась на мужа. Ну, примерно она занималась вот этой духовной практикой минут семь. И после этого я взял кровь её мужа, и, вы знаете, мембраны эритроцитов, они выровнялись, они стали разлепились, они стали двигаться, то есть кровь её мужа, она в корне изменилась. То есть женщина по своей сути, вот своей благодатью, своим духовным состоянием, сосредоточением на сердце, женским дыханием, она близкого мужчину, она может в корне изменить. Она может не просто изменить мужчину, женщина, она структурирует пространство вокруг себя. Она рождает волшебство этой жизни, она рождает красоту. Женщина от природы обладает огромным количеством божественных качеств и, в первую очередь, самопожертвованием. Она с юности жертвует своим временем, своей жизнью детям, своему мужчине, обществу. Но женщина намного более самодостаточна, чем мужчина, и не нужно полностью себя отдавать обществу, строить храмы, небоскрёбы, структурировать и менять общество. Мне кажется, самая главная самоотдача — это направить всё своё внимание, всю свою духовную силу в своё сердце. И ваше близкие, всё ваше окружение и даже природа, она будет изменяться к лучшему. Поэтому поздравляю вас с женским днём. Вы являетесь душой этой вселенной, чтобы она распространялась и украшала всё, что происходит вокруг нас. Всего вам хорошего.